Новая книга вице-президента Банковской Ассоциации Россия, председателя наблюдательного совета компании MaxiMarkets Яна Арта «Форекс для скептиков» вышла в свет. Сам автор написал о ней так. Не знаю, будете ли вы управлять своим капиталом, каким бы он ни был. Не знаю, поможет ли вам эта книга разбогатеть при помощи рынка Форекс. Если бы книги напрямую вели к богатству, мы завидовали бы библиотекарям. Впрочем, и цель у нее иная – сделать ваши отношения с деньгами более комфортными. Причем комфортными не столь для денег, сколь для вас. Именно об этом мы поговорим сегодня с автором книги «Форекс для скептиков» Яном Артом. Ян, практически все люди, которые начинают торговать на рынке Форекс, сталкивались с проблемой за доказательства, которые уже несколько очень серьезных экономистов и психологов получили Нобелевскую премию. Я имею в виду о том, что мы занимаемся так называемой работой, которая называется «мы черпаем ложечками и сливаем ведрами». То есть у нас есть большие минусы, однако совсем небольшие прибыли, хотя плюсовых сделок у нас в любом случае гораздо больше. Это проблема, которая, конечно же, на мой взгляд, кроется в психологии. Думаю, что вы со мной согласитесь. И если все-таки психология, то как решить этот вопрос? Вы знаете, я более того, не только соглашусь, но и скажу, что вот именно из-за этой ситуации я ощущаю себя гением трейдинга, потому что несколько лет назад я поставил личный рекорд 85 прибыльных сделок подряд. Этот рекорд даже зафиксирован среди рекордов пользователей платформы MaxiMarket. И буквально ту же сумму, которую я сработал на 85 прибыльных сделок подряд, я спустил за 10 минусовых сделок. Именно потому, что минусовых сделок было гораздо меньше. Я дал великолепное соотношение правильных прогнозов и неправильных. Вопрос в том, что любой минус был большой, а не любой плюс был велик. Иногда я удовлетворялся плюс 20 долларов, а минус я закрывал, только потеряв уже 300 или 500 или даже 1000. И проблему эту решить очень трудно. Но, возвращаясь к теме стоп-лоссов, единственное противоядие от этой проблемы – это все те же стоп-лоссы. И если уже у тебя сила воли совершенно, как по условно говоря, железного дровосека, то если ты закрыл плюсовую сделку на 20, значит ставь на следующий стоп-лосс 20. Не говори себе, что вот я взял плюс 20 долларов на плюсовой, а на следующий я поставлю, допустим, 200 долларов стоп-лосс, потому что мне не страшно, что я проиграю 200. Потому что ты заранее себе задал условия, при которых ты плюс взял 20, а в минус готов отдать 200. У вас существует какая-то пропорция между уровнем стоп-лосса? Я стараюсь, конечно, ее без специального расчета, но поддерживать. Но до сих пор, при том, что я даже теперь стал автором книги о возможных ловушках, для меня это ловушка номер один. Если по остальным я сумел либо полностью найти способ их преодоления, либо задавить в себе, то вот эта ловушка для меня до сих пор остается после 8 лет трейдинга ловушкой номер один. У меня до сих пор убытки, как правило, в каждой конкретной сделке больше, чем прибыль в каждой конкретной прибыльной сделке. Я стараюсь заставить себя ставить более скромные стоп-лоссы.